Привет всем! Сегодня я хочу адресовать один комментарий на ютубе, который вы, к моему глубочайшему сожалению, не увидите. Почему? Потому что ютуб его сожрал. Я не знаю почему. У меня есть подозрения, потом о них поговорю. Комментарий оставил Михаил Белоногов под видео почему буддизм считается ЛГБТ-френдли религией. Вот что написал Михаил. Коротко и ясно, любая привязанность мешает достижению нирваны, а педерастия это сильная привязанность. Поэтому никакой поддержки ЛГБТ от буддизма быть не может. Я так думаю, что ютубу не понравилось слово педерастия. Надо сказать, мне оно тоже не нравится. Но комментарий-то интересный. И я решила о нем поговорить. Вернее, поговорить о привязанности. Только давайте я буду говорить о привязанности не касаемо исключительно гомосексуальности, а вообще касаемо сексуальности любой. И я дальше объясню, почему. Для начала, чем вредоносна привязанность? Она вредоносна не объектам. Объект, он всегда нейтрален. Вообще буддизм предполагает, что все в мире нейтрально более-менее. Привязанность вредоносна нашими чувствами по отношению к объектам. И даже не тем фактом, что мы вообще испытываем по отношению к какому-либо объекту чувства. Мнение о том, что буддизм как-то особенно плохо настроен против проявления любых чувств, это не очень правильное мнение. Нет. Дело в том, что если нам приятно или неприятно, и мы это осознаем, то, как правило, если нам приятно, мы будем хотеть еще. А если нам неприятно, мы будем хотеть избавиться от этой вещи в нашей жизни. Соответственно, если нам приятно, а мы не получаем еще, мы будем от этого страдать. Если нам неприятно, а вещь не удаляется, то мы тоже будем от этого страдать. И поехало колесо сансары, поехало, поехало, поехало. Вот так. Поэтому, что мы можем реально делать с привязанностями? Можем ли мы от них избавиться? Пока мы люди, наверное, все-таки нет. Ну, скажем, даже в практике. Ученики привязаны к учителю. Учитель умирает, ученики страдают. Я привязана к медитации. Я люблю медитировать. И если я не могу помедитировать долгое время, я буду страдать от этого. Можно-то как-то с этой привязанностью как-то бороться? Наверное, нет. Никак. Мне для этого надо просветлиться как раз. А я пока еще не просветленная. Неизвестно, просветлюсь ли вообще когда-нибудь. Но, в общем, все сводится к тому, что привязанность можно контролировать. Можно удалять те объекты, которые, скажем, не направляют нас на правильный путь, не поддерживают там. Можно как раз привязываться к тем вещам, которые нас на этом пути поддерживают. И монашеская община – это как раз такая идеальная среда для того, чтобы оставаться на пути. Оттуда удалены все самые опасные объекты, другие контролируются, которые невозможно удалить. Потому что, например, еда – это офигеть какая привязанность. Это очень сильная, очень опасная привязанность. Но если человека не кормить, он почему-то умирает, не просветляется. И поэтому, что мы делаем с едой? Мы ее контролируем. Мы ее инкорпорируем в практику. Мы, например, ходим, просим подаяния и с этого питаемся. Мы готовим эту еду как-то по-особенному, очень долго, очень старательно. И это будет практика, это будет частью практики. Оно все будет под контролем. Человеческие отношения. Стоит ли их вообще отрезать? Да нет, наверное. В монашеской общине людей складывают соотношения, они могут быть очень крепкими, сильными. И до тех пор, пока они поддерживают человека на пути, все нормально, привязанность. Ну ладно, все испытывают привязанность. В общем, с этим приходится существовать. Но, конечно же, как я сказала, в монашеской общине объекты очень сурово ограничивают. В своде правил Винаи есть ограничения на такие вещи, которых, в общем-то, даже нету, например, в арамических религиях. Но, конечно, да, есть ограничения. Но давайте ближе к теме нашего разговора. Сексуальность – это привязанность? Секс, непосредственно. Можно испытывать привязанность к сексу? Да, конечно, к любому сексу. Это очень сильная привязанность. И Винаи на групповой, одиночный. Любой. То есть, с точки зрения Винаи, в общем-то, садомазооргия в гей-клубе и нормальная патриархальная семья с десятком детишечек – примерно то же самое. Одно и то же. Патриархальная семья, наверное, даже хуже, потому что из садомазооргии я могу выйти в любой момент, никого этим не оскорбив. Попробую выйти из патриархальной семьи с десятком детишечек. Это ж как плохо для кармы-то будет, а? В общем, не стоит. Но у меня есть хорошие, хорошие новости. На мирян Винаи не распространяется. Миряне тоже принимают клятвы, но они, скажем, более расплывчатые и касаются даже не отказа от каких-то вещей, а скорее контроля над ними. То есть, ты обязуешься соблюдать умеренность, бороться со своими привязанностями, держать их под контролем, но самостоятельно, самостоятельно решать. То есть, касаемо секса, это именно так и сформулировано. Соблюдать умеренность. А где эта умеренность? В чем она? Решайте сами. Где у вас там уверенность? Да, конечно, мирянин может руководствоваться словами Будды, словами каких-то учителей, рекомендациями насчет того, как конкретно, что нужно, чего нужно избегать, что, наоборот, лучше или хуже. Но стоит понимать, что и Будде, и учителям глубоко безразлично, соблюдаешь ли ты это или нет. Это твоя ответственность. Ты сам решаешь, какую конкретно из рекомендаций стоит соблюдать и насколько. Это твоя постоянная борьба. Если ты не находишься в монашеской общине, то ты, можно сказать, один в поле воин и всегда будешь находиться в состоянии постоянной борьбы со своими привязанностями. Это нормальное состояние для мирянина. И в зависимости от того, о какой школе мы говорим, все будет немножко по-другому. Например, если речь идет о школах, в которых считается, что только монахи могут достичь просветления, достичь нирваны или хотя бы они имеют значительно больше шансов, чем миряне, то нам стоит держать в голове, что лучшее, что ты можешь сделать по поводу своей сексуальности, это полностью от нее отказаться. Стать монахом, принять вина и все. Но если ты этого не делаешь, то любая регуляция это даже не полумера, это вот столько-то. И как я уже говорила, по-моему, в том же, кстати, видео, почему буддизм считается ЛГБТ-френдли религий, сексуальная сфера в буддизме вообще не считается чем-то особенно важным. Значительно важнее, например, что ты ешь, как ты работаешь и так далее. И все это тоже будет на твоем откупе. И стоит понимать, что будучи мирянином, ты каждый день делаешь такое большое количество вещей, которые портят тебе карму, что твои сексуальные предпочтения это капля в море. Именно поэтому, например, в Тараваде обычно вопросы, касаемые сексуальности мирян, они очень плохо освещены, практически никак. Их оставляют полностью на откуп светским. Вы сами там себе решайте, что у вас нормально, что у вас нормально. Да, но есть другие школы буддизма. Есть школы буддизма, которые считают, что и у мирян, и у монахов примерно равные шансы просветлиться. Просветлиться может кто угодно. Ну, например, дьодо щинчу, ничи рэнчу. И здесь все тоже. Да, с одной стороны, вроде как, тут должно быть больше регуляции для мирян, конечно. Но в этих школах существует примат практики. То есть, это не так, что ты становишься хорошим человеком и начинаешь практику. Нет, ты начинаешь практику через нее, избавляешься от привязанности, становишься лучше, 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 лучше и приходишь к тому идеальному способу жить, который вот идеален для тебя. И в таких школах в плане нравственности идет довольно сильный упор на социальное взаимодействие. На то, насколько ты полезный член общества, как ты хорошо работаешь, как ты относишься к другим людям, насколько ты понимающий, насколько ты милосердный. И, ну скажем так, как можно понять, осуждение чужого образа жизни не очень хорошо сочетается с таким видом нравственности, с таким пониманием нравственности. Поэтому этим школам тоже проще в толерантность. Таким образом, что можно сказать? Ну, с точки зрения буддизма, если даже ты хранишь целомудрие до свадьбы, живешь всю жизнь с одним партнером, занимаешься с ним сексом исключительно для того, чтобы произвести на свет детей, это никак вообще не приближает тебя к просветлению, к нирване. Никак. С точки зрения, да, если мы предполагаем, что просветлиться может только монах, то это тебе мешает, потому что ты не монах, потому что ты выбрал вот этот вот путь, ты выбрал, значит, вступить в брак, рожать детей, а не стать монахом. Значит, все, ты в пролете. Если мы предполагаем, что просветиться может кто угодно, включая мирянина, то тогда это просто факт твоей биографии. Сам по себе он вообще ничего не значит. Да, если ваша семья читает каждый день даймаку или нембуцу, являются полезными членами общества, всем помогают и так далее, тогда, конечно, да, все прекрасно у тебя в жизни, но реально все будет примерно так же, независимо от того, у тебя партнер разного с тобой пола, одного с тобой пола. Читаете даймаку или нембуцу, полезные члены общества, помогаете ближнему, да кто знает, может это именно вы просветлитесь, а не какие-нибудь там ваши соседи, у которых гетеросексуальная семья. В общем, к чему мы приходим? К тому, что сексуальность, опять же подчеркиваю, любая сексуальность, это конечно же привязанность, но никакой гарантии, никто не может вам сказать, какая конкретно сексуальность является большей привязанностью, какая меньшей и может ли она реально вам помешать в достижении просветлений или не может. Если вы вообще на этот счет волнуетесь, то уходите в монастырь, принимайте вина полностью и только тогда вы можете быть сто процентов уверенным, что ваша сексуальность вам никак вообще не помешает. На этой оптимистической ноте заканчиваю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok